Но есть еще Лига Чемпионов и там, в случае сегодняшнего успеха, практически здесь и сейчас и догонят по этому показателю непримиримого соперника Марсельский Олимпик. Но, наверное, поглонники Неймара поспорят с этим, но все-таки этот сезон для бразильцев получился довольно-таки скобким. Кишан Закрани и Мехдия Рахмуни и резервный арбитр Оливье Тюаль. И состава команды. Начнем. Кристоф Галтье. Именно он возглавляет Лиль. Нравится любителям российского футбола Элеандро Паредес. 23-й Юлиан Драксли и 7-й Кириан Баппе. Томас Реми. Тяжело. Париж в белом, в красных футболках Лиль. Передача на Алвиса. Вновь Миньел. Штрафной удар. И гол забивает Кириан Баппе. Уже в самом начале встречи. Но не было ли там положения вне игры? Мы слышим свисток Бенуа Бастиена. И теперь нам нужно дождаться повтора. Кириан Баппе. Своей лучезарной улыбкой. Давайте посмотрим. Но, пожалуй, что. Вряд ли. Бросит передачу партнеры. Заброс на Лои Калеми. Удар не получается у Реми. И не попадает. Он в створ. Потихонечку Лои Крэми перезагружает свою карьеру. Был фантастического таланта этот игрок. Еще в Лионе. Начинал в сезоне Бет-Иконэ. Иконэ подает штрафную. И что происходит? Томаминье забивает мяч в свои ворота. Абсолютно потерянный взгляд у бельгийца. Пытался там на эту передачу. Все-таки мне показалось, что это Шека был. Португальский полузащитник откликнулся. Мяч его перелетел. И попал в ногу там Аминье. 1-0. Уже в самом начале встречи. Вот здесь мы видим неудачную передачу. Но это, как говорится, не было бы счастья. Да и несчастье помогло. Мимо защитника обыгрывает другого. Забрасывает на Бернат. Удар! И 1-1 на 11-й минуте. Хуан Бернат делает счет равным. Аплодирует Томас Тухель. Ну и кто главный герой этой атаки? Конечно, Киллиан Бапе. В каком-то моменте, наверное, ему здесь все-таки повезло. Вот здесь. Что мяч после контакта с Суфом Кане отскочил все же на Бапе. Но обыграл он еще одного игрока. Вот посмотрите. Переиграл Коне. Переиграл еще, по-моему, это как раз автор... Автор... Ну не автор забитого мяча. В последней игры нет. Убежит Киллиан Бапе или нет. От Мендеса убегает. Удар! И 2-1 делает счет Киллиан Бапе. Прошло 2 минуты. И бежит в камеру. Ну и что он сейчас делает? Как всегда. Празднование. В какой же фантастической форме Киллиан Бапе. Но зажигается флажок. Насколько я понимаю, помощник Бенуа Бастиена. Давайте смотреть. Передача. Повязка теперь отправляется с его руки. На поле появляется Тилокера. В сторону скамейки запасных парижской команды. Но все равно придется сейчас на поле все-таки выходить. Между парижанами и Страсбуром. С передачей. Бапе в касание. Диаби прострел в фонте. Сторона Хуана Берната. Правда, он считает иначе. А вот здесь на повторе. Видимо, что скорее всего Диаби в положении вне игры не был. Но, правда, удара к делу не дошло. С него есть Бернат. Но Дракстер идет по центру. И нарушает правила. По-моему, все-таки Николя Пепе. Да. Сестой бенуа Бастиена прозвучал. Посмотрите, как прыгал здесь Николя Пепе. Разбег Паредеса. Удар. И не попадает в створ аргентинец. Так вот, по мнению Франциска Пресса, не очень доволен Томас Тухин. Отличное продолжение в лице Паредеса. И не дошла передача. Рикошет. Забирает мяч Микминьян. Не дошла передача. Очень остроумная. Посмотрите здесь. Леандро Паредеса на Кириану Мбапе. Ну а Мусадя. Возвращает он его Кириану Мбапе. Мбапе может и пробить отсюда, что и делает. Микминьян надежен. Хороший удар в целом получился Кириану Мбапе. 84, соответственно, процент точных передач. А здесь заброс на Николя Пепе. И что решит Бенуа Бастиен? Это самый важный вопрос. Сейчас красная карточка. Удаление на 36-й минуте. Парижане остаются в Мельчинске. Вот так вот один из героев для Парижа первого тайма. Фан Бернат может стать антигерой. Давайте еще раз посмотрим. Заброс в положении в нигре, конечно, у Николя Пепе нет. Прихватывал совершенно точно здесь. Фан Бернат за руку Николя Пепе. Достаточно ли этого для падения? Пожалуй, что да. И если Бенуа Бастиен считает в штрафной площади Муса, прострел, Дракслер, можно бить, удар и спасает. Красная карточка, кстати. Каждая третья встреча. Бенуа Бастиен удаляет кого-то. Ну и повтор великолепного спасения. Пепе заброс в штрафную. Падает. Падает. Джонатан Бомба, но показывает Бенуа Бастиен, что именно Бомба правила нарушал. Ну да. Иконе, он в штрафной, может пробить. Прострел, удар и не успевает щека проткнуть мяч. Мимо Альфонсо Реоля. Кто-то из защитников парижан заблокировал этот удар. Давайте посмотрим. Или же просто ПВФ все-таки лишает мяча Агеляна Пепе. А вот здесь уже вопрос. Диаго Мендес отмахнулся от Марко Верати. И какую карточку покажет ему Биуа Бастиен? Желтую. Желтую получает Бразилец. Страсти кипят. И, конечно, перерыв. Сейчас не стал убирать ноги. Лежит на газоне Иконе. И заброс на Николя Пепе. Свисток. Еще одно, видимо, нарушение было. Бенуа Бастиен. По-моему, все-таки Бенуа Бастиен теряет нити игры. Желтую карточку он показывает. Диаго Мендес в роли пострадавшего. Агелян Бапе за что получил предупреждение? Не совсем понятно. По-моему, это не Келян. Немножечко поулеглись. Келян Бапе мило там побеседовал с Бенуа Бастиеном. Мы назвали. Это главный арбитр. Помогает ему Хишам за краями. Позже Хуан Бернат счет сравнял. И на 36-й минуте следующего матча. Паредос. Подача. Удар. И не попадает в створ Тила Керрер. С метра бил немецкий защитник. Микминиан уже здесь в своей команде помочь не смог бы никак, но не попал. Створ перехитрил Габриэля. Здесь Тила Керрер. Но точность подвела немецкого защитника. И счет остается по-прежнему один. Человек Николя Пепе убегает один на один. Николя Пепе бежит. Керрер. Удар. 2-1. И трибуны на стадионе Пьер Моруа взрываются от восторга. Фейерверк за воротами Альфонса Риоля. И пожалуйста, празднование от Николя Пепе. 2-1. Лиль выходит вперед. Нельзя давать такие шансы. Николя Пепе. Это один из лучших футболистов нынешнего сезона. Где-то время положения где игры нет. Это Джонатан Бамбаб в трофной удар. И 3-1. Ошибается Альфонса Риоля. Уже дернулся в дальний от себя угол. А Джонатан Бамбаб вклотил его в ближний. И Лиль увеличивает свое преимущество в счете. Делает счет 3-1. Ну что ж. Все дальше и дальше. Трофеи от Парижа. Понятно, что не так, чтобы очень далеко. Но вряд ли. Сегодня на стадионе Пьер Моруа. Парижане оформят титул. Хотя. У него в резерве есть Джануиджи Буфон. Фурзован, Кургу и Шупа Мотин. И повтор еще раз. Этого забитого мяча. Третьего в ворота Альфонса Риоля. Столько же забил Париж. В ворота Ника Миньяна. Парижане правил. Кто-то падает. Шека держится за ногу. Возможно, дернул заднюю поверхность бедра. Этот португалец. Ильца вовсю. Шека поле покидает. И Бубокари. Ну что? Жизе подача. Удар. 4-1. Становится счет. И это разгром Парижа. Никто в этом сезоне себе такого не позволял. 4-1. Даже Манчестер Юнайдов, который выиграл Парижан из Лиги Чемпионов, не разгромил их. А здесь четвертый мяч влетает. Автором его становится Габриэль. Потерянный взгляд Альфонса Риоля. Но какие к нему будут выполнять ударцы в два поля. Подача. Удар. И 5-1. Жозеф Фонте забивает. А может быть, он говорил, пойдемте, пойдемте, посмотрите мой забитый мяч вблизи. 5-1. Такого с Парижаном, мне кажется, не случалось очень давно. 5 мячей пропускает Альфонс Риоля. Вот-вот показывает. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok